Культ поход У нас два часа эфира, они посвящены как раз-таки театру У нас же театральная гостиная здесь Вы уже третий То есть уже кировские драматические Воронежские театры драмы Гостик перекинуть из первого часа Уже спрошу, тюз наш Соберется куда-нибудь в ближайшее время на гастроли Мы весной планируем Раз наша драма уехала в Воронеж Весной планируем ехать в Липецк с гастролями Мы подали заявку на участие В программе Большие гастроли Это самая федеральная программа И ответа пока нет, но заявка подана И мы надеемся, что поедем В чем именно Липецк выбрали? Это же всегда такая история Взаимного интереса И на нас вышел Липецкий театр То есть их инициатива, да? Да Есть взаимный интерес Есть потребность участвовать в гастролях Ну это рядом Липецк, Воронеж, все рядом Повыжнее, чем наши края, безусловно Итак, обыкновенное чудо Все хотим знать об этой работе Когда, как Пожалуйста, Наталья Как режиссер постановки Когда? Давайте сразу начнем с когда Премьера будет 12 октября И 13 октября два дня И поэтому вот премьера будет именно тогда Дальше, наверное, надо несколько слов сказать Об истории создания спектакля Она довольно необычная, как я почитал Да, она, да Потому что вообще этот спектакль Родился совершенно спонтанно У нас же замечательная актриса Елены Васильевой Был бенефис И она, естественно, искала материал Для своего бенефиса Я рассказывала вчера В прошлом году еще Это было в прошлом году Я прекрасно помню, как мы объявляли Единственный показ спектакля Единственный показ Уникальный случай в истории театра Для... А вот, оказывается, продолжение получил Вот, да, да И так как-то совпало Что в тот момент мне остро захотелось Поставить этот материал А Елене захотелось сделать себе бенефис И мы поговорили В результате нашего разговора Потом мы пошли к директору И таким образом мы стали репетировать Свободное от основной работы время По вечерам В перерыве между репетициями Вот это наше... Мы назвали чудо любви Потому что все-таки это было Ну, не в полном объеме пьеса Вот И таким образом родился вот этот спектакль Наш эскиз, как мы тогда его называли Чудо любви И вот мы показали единственный раз И без всякой надежды На продолжение на тот момент Но там было по нескольким работам Шварца, насколько я помню Нет, это было действительно обыкновенное чудо Но там были просто кусочки Из других ролей Елены Васильевой Да, так как она играла роль хозяйки То мы нашли несколько места Где она достаточно коротко Но ярко Представляла какие-то свои роли Которые зрителям были известны Вот И вот так это случилось А Александр Королевский был в роли хозяина Волшебника И как-то они очень гармонично смотрелись В эти роли Удивительно даже Что там? Как-то у них так получилось Вот И нам очень было приятно работать Это был мой дебют режиссерский И поэтому, конечно, работа была очень дорога И так случилось, что дорогая артиста И мы очень долго надеялись Надеялись Потом, естественно, перестали И вот вдруг Раз в театре все случается Звезды сошлись И с 10 августа Мы стали работать уже, так сказать, над спектаклем С 10 августа этого года? Этого года мы стали работать на спектакле Месяц чуть-чуть побольше Да, на спектакле На полной версии нашего эскиза Скажем так Вот такая Ну давайте в полном общем рассмотрим этот вопрос Сценография Команда Команда проекта В нюансы давайте погрузимся Значит, команду мы оставили ту же Которая работала над эскизом Это наш главный художник Катерина Андреева Музыкой занимается композитор Роман Цепелев Да ладно Какое непривычное и неизвестное имя Какого-то Катерина Андреева тебе прямо так привычно Ирина Брежнева тоже непривычный имя Хореограф Вот такая команда Сегодня с утра еще приехал один участник Команды, который Ну так Коротко, но талантливо все сделает Да, я думаю, соединиться к нам Ну как вы помните, наверное Мы все помним эту историю Там есть сцена боя И поэтому мы пригласили специалистов И вот сейчас мы здесь По сценическому фехтованию По сценическому фехтованию А ребята со шпагами в руках И откуда его привезли? Из стулы О как Вот Со шпагами в руках, значит, занимаются Можно я дилетантский вопрос задам? Чем отличается сценическое фехтование От классического? От спортивного фехтования От классического, да, спортивного Оно отличается тем, что в сценическом Ну так, если просто Нужно показать Как я ударяю Чем кольнуть на самом деле Потому что тут ведь главный Можно кольнуть и незаметно Никто не увидит На самом деле кольнуть нельзя ни разу вообще Потому что артисты Ну как бы жить хотят Спортсмены вообще тоже жить хотят Да, но там неважно Ты можешь не увидеть укола А тут зритель, конечно, увидит Это зрелище Это зрелище, да Так же, как театр В Москве, кстати, проходит чемпионат По сценическому фехтованию Всероссийский, да А кто участвует в этом? Театры в основном московские, конечно Театры? Актеры? Я знаю, что одна из ведущих школ Это в рамке Они очень классно фехтуют И все время на этом чемпионате Занимают первые места Но это так просто А в нашем пора подтягиваться Смотрю, в драме уже фехтуют Все актеры тоже фехтуют Вот-вот начали А вот этот чемпионат Они играют какие-то сцены Из постановок? Да, да, но в основном да Или просто вот вышли И начали что-то между собой По театральному Нет, обычно это связано С какой-то сценой Из спектакля Чаще всего бывает так Гардемарины вперед Ну, Гардемарины Это не пьеса Ну, это Тремушки-театр Тремушки-театр Так Какие-то фишки Необычные решения Может быть? Ну, мы тогда еще придумали Пьеса-то довольно-таки Такая известная Да И чем она отличается От той, которую видели От кино На самом деле Все привыкли И знают больше кино Конечно Что кино Пьесу в руки никто не брал А это очень интересно Янковский Посмотреть разницу Между Фильмом Захарова Броневой Да, и так далее Там не было броневого Почему? Ну, может быть Вот Ну, да Юля права Я поддерживаю То, что мы помним Фильм Захарова Конечно Все Ну, кстати говоря Даже мои молодые артисты Не смотрели этот фильм Ой-ой-ой Вы их заставили посмотреть? Ну, нет Специально, конечно Как раз и не надо Но дело в том, что Очень много молодых людей Этот фильм не помнят Это нам так кажется Это мы помним Странно По-моему В сетке федеральных телеканалов Он частенько стоит Ну, тем не менее Я вот спрашивала То есть они не очень Как бы и помнят И музыку не очень помнят То есть Конечно Сравнение с фильмом Не избежать Но я говорю Что тут надо брать пьесу И мы взяли пьесу Мы читаем пьесу И вот обнаружилось Неудивительный факт Который обнаружили Уже многие режиссеры По стране По всей Что Шварц Сейчас актуален Снова Я бы так сказала Потому что его не ставили Вот лет 20 где-то Ну, какой-то долгий промежуток И вот сейчас Пришло его время Пришло время Шварца И поэтому Этот текст его оказалось Старомодный Он как-то заиграл сейчас По-новому, я бы сказала Вот мы за этим и следим А если по жанру говорить Ну, мы так Одноплановый его Мы в афише написали Love Story А с ребятами Возрастное ограничение Тоже не можем 16 плюс Да А вообще с артистами Мы ищем ощущение Такого театрального праздника Ощущение Такой приподнятости Ощущение Легкости Ощущение воздуха Ощущение Именно Шварцевского Когда О серьезных вещах Говорит Шварц Но говорит об этом Несерьезно Вот как-то В этом направлении Мы ведем поиски Ну, вот По вашей оценке Как режиссера Что получают сейчас Члены команды Во время работы Как они себя ощущают Как ведут Горят ли у них глаза Это моя задача Конечно, чтобы горели глаза Есть ли уверенность Что к назначенной дате Все будет так, как вы хотите Ну, так как я хочу 11 октября Да, осталось не так много времени Есть уверенность в том Что, конечно, не будет так Как я хочу И все будет меняться А может быть Будет даже еще и лучше А будет как А как вот будет Потому что театр Это дело такое Сегодня так А завтра так И так же Как все творчество Поэтому сложно Предугадать Мне нравится сейчас Я надеюсь, что артистам У нас очень интересный процесс Потому что Когда интересная атмосфера На репетициях Это каким-то образом На спектаклях Потом улавливается Вот пока могу сказать Что процесс есть Глаза горят почти всегда Ну, бывает гаснуть Но потом снова загорается Потому что все мы люди А моя задача В этот огонь Подкидывать дрова Юлия, вы как-то влияете на процесс? Или не вмешиваетесь? Так получилось, что я участвую В этом процессе В качестве Савтра Ну, не знаю Драматурга Потому что Ну, закон о драматургии Мы не можем Поверить в праздник Если не будет рядом Какой-то, ну, другой эмоции Да И вот эта феерия шварцевская Этот праздник любви Мы его можем ощутить В полной мере Если рядом будет Какая-то нотка горечи Да И чтобы придать Некий контраст Да, да Но это же закон драматургии Все время От несчастья к счастью Черные белые На контрасте Да И у нас получается Такая матрешка Спектакль матрешка То есть мы Историю Принцессы и медведя Упаковываем В некую рамку И мы же понимаем Что Шварц Писал 10 лет И он писал И посвятил эту историю Своей жене Екатерине Ивановне Шварц И история Их отношений И их семьи Она становится Ну, конвой Такой линзой Через которую Мы смотрим На происходящее Уже в пьесе И вот Нам кажется Что это придает Истории глубины Трагизма И Какой-то Пронзительности И мы уже По-другому Смотрим На всю Эту красивую Историю Потому что Понятно Что зритель Он же приходит В театр Не из сказки И не С 50-го года Когда была Пьеса написана Мы все живем Ощущаем Пульс современной жизни Боль этого мира Какие-то такие Несамые Личные драмы Личные успехи И поэтому Вот эта горчинка Она придает Вкуса И глубины Вот всей этой истории То есть Ваша роль такая Вы немножко перчику Подсыпаете Вот этого Так горечку Прибавляете Рамочку эту Создаете Ну да Потому что Согласитесь Сегодня вот Окунуться в это чудо По-настоящему Прийти и поверить В сказку Просто так Придя с улицы Мы не можем Нам нужен Небольшой мостик Для зрителей Мы в каком-то смысле Ему помогаем Поверить В эту историю Потому что Ну Не знаю Даже по сводке Федеральных новостей Ты живешь в одном мире Приходишь в театр А там красота Там сказка Там любовь Там музыка Ромы Цепелевой Там прекрасные артисты А ты спросишь А я Как должен Может вам перед спектаклями Сводку федеральных новостей Зачитывать Озвучивать Как мы сегодня В Алтайском крае Упал вертолет Ми-8 Да На МКС Какие ужасы Происходят Все время Давайте сделаем Небольшую паузу Традиционную Для этого времени Напоминаем Что у нас в гостях Юлия Янушайта За флит Театра Наспаска И актриса Театра Режиссер спектакля Обыкновенное чудо Наталья Красильникова Скоро начнется розыгрыш Призов Есть у нас много чего Разыграть сегодня 211-101 Номер нашего телефона Так что будьте готовы Культ поход Премьера в Театре Наспасской Спектакль Обыкновенное чудо Сегодня в центре нашего внимания Валерий Я бы даже сказал В Театре Наспасской Обыкновенное чудо В Театре Наспасской Обыкновенное чудо В нашей жизни Обыкновенное чудо Соответственно нашей жизни Только дату надо назвать 12 октября Черт, как долго ждать Да Давайте сейчас дадим возможность Немножко передохнуть Нашим гостям А мы с Николаем Обязаны озвучить Те призы Которые сегодня разыгрываем Как обычно будут вопросы Так что Скоро все стартует Пожалуйста Ну начинаем как всегда С билета в театр Тем более сегодня у нас Театральная гостиная Билет в Театр Наспасской Но не на премьеру О которой мы говорим На другую премьеру Это 21 сентября Человечный человек 18.00 Ограничение 16 плюс Вот так вот А перед тем Как продолжить Озвучивать призы Я хочу нашему звукорежиссеру Максиму напомнить Что скоро Музыкальный отрывочек Нужно будет В эфире продемонстрировать Так Театр Кукол В это воскрешение 16 числа В 11 часов Царевна Лягушка Спектакль для самых маленьких Получается 0 плюс ограничение Билеты на любой фильм И сеанс В кинотеатр Дружба Комментировать Ничего не нужно Про галерию прогресса Пожалуйста Николай Поподробнее поговорите Это пригласительные на выставку Новые альянсы Тоже 0 плюс ограничения Выставка Межрегиональная выставка Молодых художников Которую руку Приложил наш союз художников Прекрасная совершенно выставка Более 100 работ Совершенно в разных жанрах Современное Актуальное искусство Приходите Будет интересно Больше ничего говорить не буду Давайте книжки Сейчас озвучивать У нас сегодня три книги Почему-то две у нас Только на столе в студии Нет донос Почему у меня две списки Две где-то третью нашел А две все-таки Да у меня есть две книги От магазина Читай город Галина Юзуфович О чем говорят бестселлеры Как все устроено В книжном мире 12 плюс Для тех, кто любит читать Бестселлеры Чтобы понять, как вас дурят Обязательно возьмите эту книгу Елена Авельяна Вот эту книгу Третий раз я уже предлагаю Великолепная книжка Я ее полистал Понимаете Я хотя уже не молодой родитель Кстати, у меня у его сына Появились усы Вот так вот 12-летнего мальчика А борода? Борода пока еще нет Но это меня так впечатлило Я до сих пор уже два дня Хожу под сильным впечатлением Даже не знаю Знает ли об этом его мама Но я их уже заметил Вот эта книга О воспитании детей Для родителей Для папы и мам Великолепная книжка Которая очень хорошо показывает Что на самом деле Думают про нас наши дети Спасибо большое Спасибо большое Магазинам Читай город За то, что мы сотрудничаем И о книгах мы рассказываем Вернее, рассказывает Ксения Станиславовна Лицарева В программе Дай почитать Напомню, что магазин Читай город Находится по адресам Преображенской 65 и Ленина 103А Теперь про спец Теперь про спец Сначала давай я про спец Хорошо Потому что у нас есть Один билет На завтрашний концерт Группы Дистемпер Поясните 16 плюс Это в клубе Конструктор практик В 6 часов 15 сентября Это неугомонные Вечно молодые герои Скапанка Очень популярная Скапангруппа российская Она неоднократно была В Кирове Ее поклонники Думаю знают Для тех, кто хочет Выиграть билет Именно на Дистемпер Есть специальный вопрос Можно я его Сразу озвучу Конечно, Николай сейчас его озвучит Вопрос звучит так Назовите фирменный стиль Стиль группы Дистемпер Фирменный стиль Группы Дистемпер Из двух слов Подсказываю Больше ничего не подскажу Ну, можно Давайте еще подскажем Ну, это не классические слова Которые мы привыкли Ну, то, что это Скапангруппа Мы уже сказали Соответственно Не примет вопрос А вот как они себя позиционируют Собственно, там два слова Существительное и прилагательное Точнее, наоборот Прилагательное и существительное Слушай, мы их совсем запутали Володь Пусть сами думают Да, в конце концов Ответите правильно Получите билет Один билет Один билет Как раз на это выступление Ну, и еще у нас драгоценные билетики есть Перед тем, как озвучить Что это за концерт Я попрошу нашего звукорежиссера Небольшой музыкальный отрывок В эфир выдать Да, это группа под названием Юта И первый концерт этого коллектива Первый в истории Кирова Состоится 29 сентября Совсем скоро на сцене Кировского областного Дома народного творчества Анна Осипова Солистка проекта Вместе с музыкантами своими Живьем Будут выступать Для жителей нашего города Прозвучат все, я так думаю Лучшие песни Хиты Хитов немало Так что билеты в продажу Еще имеются Ограничение возрастное 12 плюс Напоминаю, что это 6 вечера 29 сентября О ДНТ Подробности Вы можете узнать По телефону 266096 Организатор концерта Даниил Буторин Благодарность Большое спасибо Даниилу За предоставленные билеты Ну что, давайте играть Наталья Юля Задавайте вопрос Вы сказали Что сегодня очень сложные Вопросы приготовили Очень сложные Потому что мы как-то Неужели сложнее, чем тот Который задал я Ну это сложно сказать Потому что разные сферы Мы вчера Юля У нас была лекция на лестнице Которую мы предваряли Нашу премьеру И к лекции на лестнице Я посмотрела Все премьеры нашего театра Ну все постановки С 36-го года Мы выяснили любопытно Мы сейчас попросим слушателей Просто все их перечисли Правильно, да В порядке Отличный вопрос В алфавитном порядке С режиссером и художником И мы выяснили Что Евгений Шварц Это в нашем топе 10 Второй драматург То есть Шварца В театре Наспасской Ставили Чаще всего получается Чаще Один только драматург Ставился чаще Он не советский Он русский классик И я попрошу назвать Того драматурга Которого наш театр Ставил чаще, чем Шварц Это русский классик К творчеству которого Театр Наспасской Обращался чаще всего В свою историю Причем такая подсказка То есть Евгений Шварц Он автор 22 пьес А тот автор Которого мы ставили Он просто больше ста написал Поэтому там в общем Шансов Он числом взял Да Ну что, 211-101 Назовите фамилию Русского драматурга Которому в первую очередь Приковано внимание Театр Наспасской Его творчество Обожаю А может это на спецвопрос У нас ответ А мы сейчас узнаем Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Вы в эфире Это Оголожна Андрей Жигалин Я думал Вы сегодня позже Зазвонитесь Андрей Он вчера был на некции У меня там будет Для вас задание небольшое Ну что, Андрей На какой вопрос Отвечать будем? Ну вот Какой драматург Чаще всего Ставился в Театре Наспасской И кто же это был? Это Александр Николаевич Островский Причем он по России Тоже первый А вот в мире Первый это шексперт Островский Какой неожиданный Это опять же Дело в том, что Андрей вчера был На нашей лекции Он знал Он подготовлен Поэтому получается Хитрый способ Ходить на лекции Театр Наспасской Чтобы потом на Эхе Москвы Выиграть Спасибо за такую связку Замечательно Это была действительно лекция Это Марка Константиновна Николаева Великолепно Про Шварта рассказал И просто замечательная была Атмосфера Вчера полный зал Так, Андрей Давайте беречь время Что вы выбираете В качестве приза? Книгу Изюфович про бестселлер Отлично Все, не кладите Пожалуйста трубку Мы вас Преддаем Нашему редактору Ане Ну а теперь будет Музыкальный вопрос Мой что ли? Да, от Николая Голикова За перечтер Внимание Там трек под номер один Старые добрые Советские времена Дело в том Что как бы мы знаем Что запад загнивающий У нас не пропагандировался Никогда Но тем не менее На пластиночках Да и на телеэкранах Периодически появлялись Российские коллективы Которые исполняли Западную музыку И им ничего за это не было Вот Начнем мы с грузинского коллектива Который исполнил Вот это вот Классическое произведение Рок-н-ролла Попрошу фрагмент включить Сулико что ли? Сулико что ли? Был за коллектив Три варианта ответа Это был ансамбль Иверия Ансамбль Орера Или ансамбль ВИА-75 Все крайне просто Так Какой грузинский коллектив Исполнил В том числе Кстати в эфире Центрального телевидения Эта песенка звучала Еще раз Озвучите пожалуйста Иверия Орера Или ВИА-75 ВИА-75 Да С руководителем 211-101 Ждем вашего звонка А что ты уже даже позвонил Уже есть Ну пожалуйста принимайте Добрый день Добрый Здравствуйте значит А как вас зовут? Светлана Светлана И какой же грузинский коллектив Эту песенку пел? Ивера Попробуем Иверия? Да Слушай с первого раза Да У вас грузинские корни есть? Вы что-то про это знали тоже? Вы тоже были на реке Верия читает Историю рок-н-ролла Да Это никак не отражено В истории рок-н-ролла К сожалению Я так туда не вошел Ну что ж Вы совершенно правильно ответили Какой приз вы хотите получить? Я пойду в кино Прекрасное решение Куда у нас Кино у нас смена А нет Подождите Дружба у нас Дружба Дружба Любой фильм Сеанс Не кладите трубочку Редактор объяснит вам Как получить ваш билет Хорошо Ну видимо я успею задать У меня сегодня тоже Непростой вопрос У меня сегодня творческое задание Чем я вдохновлен? Я вдохновлен сегодня Обилием дней рождений Которые отмечают люди Известные достаточно 14 сентября Вот к примеру У нашего звукорежиссера Артема Щелканова Сегодня тоже день рождения То-то его в студии нет Да То-то его нет У замминистра Внутренней информационной политики Станислава Куршакова Сегодня тоже день рождения Пользуясь случаем Поздравляем Станислав Всего наилучшего Сегодня день рождения У Дмитрия Анатольевича Медведева Между прочим Ему 53 года Сегодня исполнилось А это кто? Дмитрий Анатольевич Медведев Парень из соседнего двора Тут захаживает А что вы как-то притихли? Ну мы как-то уже запутались Запутались? Ну то есть Мы же ждем вопроса Ждем подвоха В общем Вы Сегодня имеете Возможность Прекрасно Уважаемые слушатели В стихотворной форме Либо в форме песни Поздравить Либо упомянутых людей С днем рождения Поздравить Либо кого-то из своего У кого сегодня день рождения Или может вчера Был Или может завтра будет Можно я своим стихом-то поделюсь Вот я сегодня Увидел, что у Дмитрия Анатольевича День рождения Я написал За 10 минут Сколько тут строк у меня получилось В общем Не судите строго Ладно Я просто хочу слушателям дать пример Медведев Дмитрий Анатольевич Отмечает день рождения Вдохновившись этой датой Сочиню я поздравления Чтоб тебе, Медведев Дима Каждый день во всем везло Чтоб росла самооценка Ну а пузо Не росло Чтоб тебя народ российский Горячо зауважал Чтоб дядя Вова Путин Никогда не обижал Чтоб хватало вам зарплаты На Виагру И хамон Мне пришлось Чтобы взять лопату В общем ты держись Дима Вот так вот Я пример показал Показал нет Немножко Мне кажется Ты немножко усложнил задачу То есть Просто поздравить Кого-то В какой-либо песенной форме С днем рождения Не обязательно Использовать свой собственный текст Да Не обязательно 211-101 Мы сейчас небольшую Рекламную паузу сделаем Потому что время уже К этому подошло И скоро продолжим Культпоход Обыкновенное чудо Премьера новой постановки В Театре Наспасской 12 октября Юлия Инуашайт Зафлет с Театра Наспасской И актриса Театр-режиссер спектакля Наталья Красильников Сегодня у нас в гостях Напоминаем Что мы ждем Ваших звонков 211-101 Во-первых У нас поздравления То есть я от вас поздравления Вы можете поздравить Того, кого хотите С днем рождения В нашем эфире Песенка или стихом Не надо в прозе Давайте проявить Свои творческие способности Можно и в прозе Красиво сказать И еще спецвопрос У нас есть Николай, напомните Напомню спецвопрос Для любителей группы Дистемпер Которая выступит 15 сентября В конструктор практик Можно заработать себе Правильно ответив Билет на этот концерт А вопрос такой Назовите фирменный стиль Группы Дистемпер Из двух слов состоит Да Надо сказать два слова Ребята сами Видимо придумали Ну я думаю Насколько я знаю Да Нигде в аналог Не зафиксировано Чтобы у кого-то был Такой стиль фирменный Владимир Там есть желающие По-моему ответить На твой вопрос Алло Добрый день Как вас зовут Добрый день Меня зовут Светлана Да Светлана Можно попытаться Поздравить Дмитрия Медведева А Все Именно Дмитрия Медведева Конечно Вы исполнять будете Что-то Песенное Давайте Давайте Сколько Дмитриев Мы знаем Самый яркий Ты из них Тебя Дима Поздравляю Подарю Этот стих Имя твердое Мужское Повлияло На твой нрав Можешь Управлять Страною Ты умен Активен Брав Так удача Пускай в руки Сама прыгает К тебе Чтоб не знать Печали Скоки Чтоб успешен Ты В судьбе Передо мной Сейчас портрет Дмитрия Анатольевича На экране ноутбука Мне кажется Что у него Слеза покатилась Ну вы Точно привели Не знаю Дмитрия Анатольевича Нас в восторг Да Хорошо Хорошо Что выбираете Спасибо Ну очень хочется На спектакле Человечный человек Человечный человек 21 сентября В 18.00 Этот билет ваш Ограничение 16 плюс 16 плюс 16 плюс Я думаю вам уже есть Все вы его заработали Очень здорово Не кладите пожалуйста Трубку Пообщайтесь с нашим Редактором Меж тем Спец вопрос У нас еще остается Не отвеченным 211-101 Для любителей СК Панка Да Любители СК Панка Время бежит 10 минут у нас остается Хотим еще Услышать новости Про театральную Лабораторию В театре На Спасской Кто будет докладывать Руководитель Поддерживайте Друг друга Дополняйте Если что-то считаете Значит Вот уже второй год Мы набираем Театральную лабораторию В театре На Спасской Первый раз Это случилось Вот в октябре Прошлого года Мы набрали У нас был кастинг К нам пришли Молодые люди Возрастное ограничение С 12 до 18 Вот так мы себе Формулируем То есть это Подростки Ну подростки И юноши И девушки Бодростки И молодежь Ну да Вот И в результате Мы занимались Основами Всяких актерских дисциплин И вот в мае Случился показ Для папы и мамы Условно мы так его называли На малой сцене Со светом С музыкой То есть это было Настоящее выступление Для них А что показывали? Ну мы Специально не ставили себе Задачно в первый год Делать спектакль Это было как бы Определено заранее Это результат нашей работы Нашего творчества И это было Собрано из их этюдов Из их каких-то предположений Потому что мы воспитывали В них умение Сочинять Умение Ну как бы Придумывать То есть В общем такое Авторское начало Мы очень приветствовали Вот свои такие Этюды Разные Групповые Пластические Речевые Драматические И вот в течение часа Они показывали Людям Потому что там Очень много было Людей для них То есть И папа И мамы И много-много Зрителей пришло И вот мы решили Продолжать И вот там Те ребята Уже второгодники Они остаются И мы набираем 24 сентября В 16.00 На первый год обучения Ну расскажите подробности Юношей и девушек С 12.18 В театр непосредственно Нужно подходить Или надо как-то предварительно Что-то нужно будет показать Нужно наверное записаться заранее Да Юля Или можно сразу В группе ВКонтакте Ну по-моему у нас часть Ребят записывалась Предварительно Но в основном приходили так Все подробности есть На сайте театра Сайт театра Немножко так сейчас Он подвисает Да Потому что мы Сделали и мобильную версию И скоро О мобильную версию Здорово Да Скоро появится М. Мобильная версия Ну как она обычно бывает Я таких технических Подробностей не скажу Все мобильные версии Начинаются М. А потом уже Название сайта Одним словом Теперь нас будет удобно Смотреть и с мобильного телефона И совсем скоро Появится возможность Покупать билеты Прямо на нашем сайте А не на стороннем сервисе Для наших зрителей Я думаю Это тоже будет удобно Что-то надо показывать Дорогие молодые люди От 12 до 18 Прочитатели Станцевать что-нибудь Да Самое главное Что мы должны Познакомиться с вами Поэтому я очень прошу вас Не бойтесь До такой степени Что приходите В прошлом году Они так боялись Что в полуоборочном состоянии Приходили дети Держали на шуты Но ведь пришли Пришли Да Это наше знакомство Поэтому все что вам нравится Если вам нравятся стихи Читайте стихи Если вам нравится проза Читайте прозу Нравится петь Поете Нравится танцевать Танцуйте Там с музыкальным инструментом Пройти тоже можно Можно Абсолютно То есть наша задача С вами познакомиться Ваша задача Как-то рассказать О себе И заявить о себе Или просто рассказать То есть там будут сидеть Очень добрые люди Педагоги нашей театральной лаборатории Две фамилии могу назвать То есть Наталья Сидорова Будет сидеть Наш педагог по речи Аглая Соловьева Будет там сидеть Наш хореограф Аглая Хореограф Да Она кроме того Она же танцует Кроме того Да Она в общем-то Откуда и появилась Она появилась Из миграции Да Я помню Когда просто планы были Как-то работать в другом городе Она здесь Она здесь Она не только здесь Она по-моему везде Ну она успевает Проводить занятия И мы с ней вот второй год Будем сотрудничать И мы планируем уже С нашими старшими Начать сочинять спектакль То есть уже Пойдет работа над спектаклем А с младшими Мы займемся Основами актерского мастерства И других дисциплин Там 2-3 минуты примерно Выступления на кастинг требуется Такое небольшое У нас есть звонок? Да, у нас есть звонок Сейчас мы узнаем Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Вы что-то проходите? Меня зовут Марина Да Я сочинила песню о друге Вот у моего друга Вадима Сегодня день рождения Вот хочу его поздравить Еще раз Как друга Как друга Немножко исполню фрагмент От этой песни Вот только фрагментик Буквально 20 секунд Да, время Потому что течет О счастье мечтаем И даже не знаем Может рядом оно Дожди, снегопады В любую погоду Друг придет все равно Как много красивых Хороших и милых Нас окружает людей И среди них необходимых Всегда мы находим друзей И припев Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Все уже? А, ну да, все Мы поняли, что все Вещь профессиональная Здорово все сделали Мы присоединяемся к поздравлениям Вадима поздравляем тоже Что хотите получить За ваше исполнение? Ну давайте билеты в театр Билеты в театр У нас есть О, а что у нас есть? У нас только кукольный театр У нас кукольный театр Царевна лягушка В 16 сентября В 11.00 Ноль плюс Все, не кладите, пожалуйста Трубочку, да Так, на чем мы остановились? Продолжить надо, видимо Задавать вопросы Я задам вопрос Давайте у нас 4 минуты остается Как раз нормально Первая постановка Обыкновенного чуда Состоялась в Москве В театре киноактера Еще при жизни Евгения Львовича Шварц Теперь вопрос Внимание Кто из известных Советских актеров Исполнил в ней Роль медведя? Варианты будем давать? Варианты Броневой Вячеслав Тихонов И И Ну Олег Янковский Не брюс живой лица Олег Янковский Олег Янковский Леонид Броневой Или Вячеслав Тихонов Или Вячеслав Тихонов Исполнитель Штирлиц, Мюллер Или Медведя Штирлиц, Мюллер Или Мюнхгаузен Мюнхгаузен, да Да В общем, можете Вот таким Иносказанием То есть кто Из известных Вот этих трех актеров Впервые Исполнил Как бы роль На сцене На сцене И не в фильме Понятно Кстати, ну вот Два слова То есть у нас К премьере Мы придумали Такую историю Катя Андреева Художник Сделала открытки И открытки Уже со следующей пятницы С человечного человека Можно будет отправить За счет театра Любому человеку Которого ты любишь В любую точку мира То есть любому Самому человечному человеку Можно отправить Вообще классно Это к обыкновенному чуду история То есть там Шварц писал письма жене И вдохновившись Их любовью И вот этой историей Хорошо, у нас есть звонок Сейчас услышим У нас еще спецвопрос Я напомню Сейчас узнаем На что отвечает Добрый день Как вас зовут? Вы в эфире Наталья У вас ответ на какой вопрос? Я хотела пробовать По Медведю Давайте по Медведю Броневой Тихонов Или Янковский? Может быть Тихонов Вячеслав Тихонов Да Правильно Наши гости говорят Да Что вы абсолютно правильно ответили Но выбирайте приз У вас там Дважды Юта была В прошлые разы Я помню Третий раз был Я тоже ходила Как и на Чудо любви И что тогда у нас? Чем мы вас можем еще порадовать? На дистемпер мы вас можем отправить Носка по англорам У нас есть прекрасная книга Про воспитание детей Если вам это интересно И галерея прогресса И галерея прогресса Новая совершенно выставка Книгу Книжку Лена Аверьянова Нэн В переводе нет Это нормально Кстати, очень классная книга Я просто искренне рад Что она будет у вас Спасибо Так Две минуты до конца Сейчас Николай будет задавать вопрос Но вы еще можете прорваться Все-таки с ответом Наше специальное задание И назвать фирменный стиль Группы дистемпер Фирменный стиль дистемпер Которая будет выступать 15 сентября В клубе конструктор Практик Лучший скопан Группы России Вот так она позиционируется 16 плюс Возрастное ограничение Начало 6 часов Вечера Николай, ну задавайте А я тогда вопрос Опять же музыкальный Да, очень простой Задаю Эта группа будет Веселые ребята Которые мы все, наверное, помним Еще из нашего советского прошлого Но правда Они не всегда пели по-русски В данном случае Они тоже исполнили Кавер Вот я попрошу Фрагмент Извините за качество записи Из винила ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот А перепевают они Один очень известный Американский коллектив Я вам даю Три варианта ответа Вы отвечаете Кого они именно перепевают Первый вариант Это Сертинс Флой Элевейтер Второй вариант Это Криденс Клевота Ревайвл И третий вариант Это Кроссбейс Стил Нашин Янг Что за скороговорки такие А вот такие Вот длинные названия Сертинс Флой Элевейтер Это все реальная группа Криденс Клевота Ревайвл Или Кроссбейс Стил Нашин Янг Если вы сейчас Мало чего Расслышали Вы можете Просто говорить Первый Второй Или третий Вариант ответа Добрый день Добрый день Да И кто же это был А как вас зовут Кстати Меня зовут Михаил Я предположу Что это Криденс Ну безусловно Криденс Господи Я думаю Что даже веселые ребята Не знали Что такое 13 Лифт на 13 этаж Вряд ли они знали Об этой группе Вы совершенно правильно Ответили Вы успели Прямо под самую Звязочку нашей программы Что вы хотите получить А что осталось Пойдете на концерт Юты 29 сентября Можно не самостоятельно Пойти Можно подарить билеты Очень даже Драгоценный Выигрыш Юта 29 сентября В ДНТ Книжки у нас уже забрали Книжки забрали Осталось Галерею прогресса Билеты на Юту И И И все Да Давайте тогда лучше Галерею прогресса Галерею прогресса Лучше Ну что ж Ваш выбор Хорошо Спасибо большое На этом Галерею прогресса Сегодня закончен Подводя итоги Еще раз напометаем Даты И обыкновенного чуда Премьеры И собственно Творческой лаборатории Театральной лаборатории Когда можно прийти Давайте 30 секунд Значит на На кастинг Приходите пожалуйста 24 сентября 24 сентября Всего доброго Всего доброго Спасибо Спасибо За сегодняшний вид К нам На этом программа Культпоход завершается Я не прощаюсь С программой Союз нерешимый Через 20 минут Ну а Николай Видимо до свидания Приду в понедельник Культпоход